Колин Макрей, газ до отказа, перевод группы BMI Russian по заказу Александра Шеллега. Мы знаем, что он быстр, мы знаем, что он бесстрашен, и мы знаем, что он обожает ралли. Но как ему это удается? Если вы хотите узнать, как водить машину так же, как Колин Макрей, следуйте за мной. Готово? Снаружи машина похожа на Ford Focus, но внутри она что-то уже не очень на него похожа. Расскажи-ка мне поподробнее про болид WRC на базе Focus. Ну, наверное, единственное сходство с привычным для тебя Focus, пожалуй, переключатели указателей поворота и стеклоочистителей. Они позаимствованы у стандартного Focus. Они нам, понятное дело, нужны, поскольку машина эксплуатируется в том числе и по дорогам, как обычный дорожный автомобиль. И дворники нам тоже нужны на этапах, на спецучастках. Все остальное, помимо этого, отличается очень сильно. Это точно. А это что, рычаг коробки передач? Это рычаг КПП, коробка здесь секвентальная. Рычаг вперед включил пониженную, на себя повышенную. По сути, когда ты уходишь со старта, то ты используешь сцепление, как и на любом гражданском автомобиле. Педали расположены точно так же. Газ справа, на тормоз можно нажимать как правой, так и левой ногой. Когда ты тронулся со старта, сцеплением потом ты уже не пользуешься. Машина за тебя все делает сама. А перед рычагом КПП расположилась центральная консоль. У обычных автомобилей здесь живет CD-проигрыватель, но у нас, к сожалению, ничего подобного нет. И никакого кондиционера. Ну да. Что касается переключателей, то сверху расположены те, которые управляют всеми дифференциалами. Разные потенциометры активируют разные настройки. А снизу включается зажигание, топливные насосы. Так, и ручник совсем не похож на те, к которым мы привыкли. Да, ручник расположен совсем в другом месте. Нам пользоваться вот таким очень легко. Если снять руку с руля или рычага КПП, она сразу же оказывается на ручнике. До него в случае чего можно очень быстро дотянуться. Дергаешь и отпускаешь. То есть не надо нажимать никаких кнопок, он сам моментально схватывает. Так, с этим все понятно. А что по поводу безопасности? Это же важный момент. Ну, разумеется, это очень важно. Как видишь, в машине установлен достаточно развитый каркас, вон еще сзади. Чтобы в машину залезть, чтобы ее покинуть, места достаточно. Но вот разместить сзади семью уже никак не получится. И вообще без вариантов. А здесь у нас ремни безопасности. Обычные такие шеститочечные гоночные ремни. Сами кресла, естественно, тоже гоночные. Тело они удерживают просто прекрасно. Ну ладно, ты мне все показал и рассказал. Теперь покажи, как ты с ней управляешься. Начало спецучастка. Вот ты сидишь на старте спецучастка. Как уйти со старта максимально быстро? Так, включаешь передачу, понятное дело. Система антилаг включена, гидравлика активирована, и машина готова к бою. Потом удерживаешь ручник, раскручиваешь движок примерно до пяти-шести тысяч. Важнее всего прочувствовать момент, когда сцепление смыкается, и не доводить до полного смыкания, пока не пойдет обратный отсчет. Ну, то есть, три-два-один, старт. Бросаешь сцепление, и если держак нормальный, то просто давишь газ в пол. Так, а давай попробуем, считаю. Пять, четыре, три, два, один, старт. Оценка сцепления с дорогой. В свое время ты попадал в разные передряги. Расскажи, как тебе только удается выруливать из критических ситуаций? Ну, все начинается с того, чтобы предвидеть, когда у тебя возникает критическая ситуация. То есть, сколько у тебя до нее остается. Здесь очень тонкая грань. С одной стороны, держак есть, а с другой нет. У раллийного болида надежного зацепа не бывает. Здесь очень важно найти баланс. Важно прочувствовать, какой у тебя держак, на сколько колеса держатся на том или ином покрытии. Если машина выходит из-под контроля, есть несколько трюков, которые позволяют ее вернуть. У большинства обычных водителей авария как происходит? Они заходят в поворот, машина начинает скользить, они паникуют и не предпринимают никаких действий. И машина разворачивается, пока они истошно давят на тормоз. А машина уходит с дороги ровно под тем углом, под которым она ехала в тот момент. То есть, прямо как правило. Вот ты подъезжаешь к повороту, крутишь руль, но видишь, ты слишком быстро давишь на тормоз. Так. А машина проедет юзом до полной остановки, под тем же углом, под которым она ехала. Чтобы прописать поворот, надо поработать газом, тормозом или рулем. Вообще давить на газ для многих противоестественная реакция. Тебе кажется, что машина вышла из-под контроля, и твоя реакция – остановить ее, нажать на тормоз. Однако это худшее, что ты можешь сделать. Конечно. Когда ты входишь в поворот, особенно на высокой скорости, и машина начинает скользить, то последнее, что ты делаешь – это нажимаешь на газ. Но вот моя машина ушла в скольжение, и я весь поворот прохожу на газу. Если бы я в середине поворота отпустил газ, нас бы закрутило, и мы бы улетели в лес. Эээ, ну мне не очень-то хочется видеть, как это произойдет. Ну мне тоже. Поворот с ручником. Ладно. Проходя дуб, мы используем несколько технических приемов. В частности, поворот с ручником, который мы используем для прохождения очень крутых поворотов, как правило, шпилек. Вон там сверху как раз такой есть. Включаем вторую, первую, поворачиваем, выжимаем сцепление, ручник сцепления отпускаем, снова нажимаем на газ. Звучит-то все просто, а на выполнение всего этого уходит полсекунды. Ну да, рассказывать про это дольше, чем делать. Да уж. Есть повороты настолько крутые, что в них невозможно вписаться, даже если руль вывернуть до упора. Поэтому приходится использовать ручник. Он блокирует задние колеса автомобиля, позволяя корме скользить. Поднимаемся в горку, включена четвертая, жестко тормозим, третья, вторая, первая, поворачиваем, сцепление, ручник и снова на газ. Все выглядит так просто, когда ты это делаешь. Ну, наверное, сегодня просто мой день. Вот так бывает, когда ты едешь за Томми Мятинином на ралли сафари, он пропускать не хочет. А сейчас мы спустимся вот к тому повороту. И я покажу, что такое скандинавский флик. Это такой прием, которым мы пользовались на машинах постарше, которые не столь отзывчивы, как современные раллийные болида. То есть сегодня это уже не так актуально. Ну, не очень актуально, но иногда мы все-таки его используем. Смысл в том, чтобы в повороте бросить машину в противоположную сторону, вот так. То есть со стороны мы вот так выглядим. Сначала идет перекладка, а потом уже залетаем в поворот. По ощущениям, когда ты так делаешь, кажется, будто машина едет помедленнее. Кажется, этим можно ухудшить свое время. Ну да, это ухудшает время, тем более, что и тормоза, и трансмиссия. Да и в целом машины стали гораздо отзывчивее в наше время. Машину уже не приходится так активно кидать. То есть чем более плавно ты едешь, тем быстрее в итоге получается. Да, так и есть. Торможение левой ногой Зачем же ты давишь на тормоз с левой ногой? Понимаешь ли, уходит время на то, чтобы убрать правую ногу с педали газа и перенести ее на тормоз. Между тем, я могу левой ногой нажать на тормоз ровно в тот момент, когда отпускаю газ правой. То есть между нажатием на газ и на тормоз нет перехода. Получается даже практически внахлест. Многие пилоты до сих пор правую ногу используют и для разгона, и для торможения. Некоторые из величайших гонщиков мира никогда не тормозят левой ногой. Не, ну всякие тормозные старикашки, конечно, именно так и ездят. Я шучу. На самом деле, из всех, кого я знаю, кажется, Карлос по-прежнему иногда тормозит правой ногой. Ну, а я всегда пользовался левой с тех пор, как начал выступать в ралли. А ты сам к этому пришел? Ну да, типа того, попробовал, прочувствовал. А ты через лобовое стекло не вылетел, когда попробовал первый раз? Проблема в том, что требуется некоторое время, чтобы левая нога смогла к этому привыкнуть. Некоторым пилотам это в принципе не удается, потому что они всю жизнь тормозят правой. Пауэрслайдинг. Силовое скольжение. Пауэрслайдинг – это очень просто. В этом нет ничего особенного. Главное перед поворотом садить машину до желаемой скорости. Подъезжаешь к повороту, сбрасываешь газ, а потом снова нажимаешь. Далее ты поворот проходишь на постоянном газу, как правило, педаль нажата в пол. То есть основной принцип заключается в том, чтобы притормозить, а затем под тягой пройти поворот. Но ведь колеса срываются. Ну да. И на треке этого делать, наверное, не стоит. Итак, тормозим, входим в поворот, а теперь снова на газ. Итак, проходим весь поворот. Попробуем еще раз вот здесь. Теперь мы входим вот в этот правый поворот, и я по-прежнему нажимаю газ, теперь тормоз, и входим в поворот. И вот мы снова его проходим на постоянном газу. Машина приятно так проходит весь поворот в скольжении. Это если на пути не окажется никаких деревьев, вот тогда можно смело жечь. Поворачиваемость, снос и занос. Что такое снос и занос, если по-простому? Ну, снос это когда вот так. Когда ты крутишь рулю, машина едет прямо. Ну да, когда поворачиваешь рулю, а тачка едет прямо. Чайники из-за сноса часто попадают в аварии. Да, был такой пару лет назад, осторожно. Недостаточная поворачиваемость, это когда ты винчиваешься в поворот, а машина не поворачивает. Приходится сильнее крутить руль, чтобы машину в поворот заправить. А как бороться со сносом? Ну, опять-таки, все зависит от обстоятельств. Есть много способов, как с ним бороться. Один из самых эффективных, это использовать ручник. Хотя, по-хорошему, в наши дни, когда мы катаемся на полноприводных раллийных болидах, снос это пережиток прошлого. Все настраивается так, чтобы машина слегка ехала боком уже на подлете к повороту. Вот как здесь, у машины задок начинает скользить. Поэтому после первоначальной постановки нет особого смысла дозаправлять машину в поворот. То есть руль, по-хорошему, всегда должен стоять прямо, или с его помощью нужно корректировать занос, если уж на то пошло. То есть в мире современного ралли снос это преступление? Да, недостаточное поворачиваемость от преступления, точно. А занос? Ну, машину заносит практически во всех этих поворотах. Причем полноприводную машину заносит лишь самую малость. Передние колеса так и норовят утянуть автомобиль прямо, а вот при заносе вот таким вот образом выступает корма. А потом ты давишь на газ... Ой-ей-ей... Вот это лучше вырезать. Да, не надо так. Входишь в поворот, машина начинает скольжение, и ты давишь на газ. Получается практически то же самое, что и пауэрслайдинг. Скольжение в заносе и пауэрслайдинг – это практически одно и то же. Вот ты входишь, давишь на газ, и качественно так проходишь весь поворот в скольжении. Избыточное поворачиваемость – это когда задние колеса выступают за пределы траектории передних. Вот этот поворот мы прошли целиком в заносе. Прыжки. Есть много этапов, где машины совершают сумасшедшие прыжки. А как быстрее, когда ты в воздухе или когда на земле? Ну, все зависит от прыжка. Если машина едет с высокой скоростью до момента прыжка, то, понятное дело, и пролетит она далеко. И все же в воздухе и на земле автомобиль перемещается с сопоставимой скоростью. Здесь все зависит от подхода. А как лучше всего к нему подходить? Много ли гонщиков давить на тормоз, чтобы сжать переднюю подвеску? Ну, зависит от угла трамплина. Мы сейчас приближаемся к трамплину. Он достаточно прямолинейный. Ну, вот уже практически подъехали. Сейчас нажму газ в пол. Чувствуешь, машина подпрыгнула очень ровно. Ну да. В следующий раз я прямо перед ним легонько нажму на тормоз, и машина клюнет носом. В общем, надо понимать угол прыжка, а заодно и приземление. То есть нет какого-то универсального приема. Везде есть свои нюансы. Ну да, везде есть свои мелкие отличия. А когда ты приземляешься, нога при этом нажимает на газ? Если машина, по ощущениям, собирается приземлиться сначала на передок, вот тогда давишь на газ. Возникает эффект гироскопа. Колеса раскручиваются, удерживая передок в воздухе. А если машина собирается приземлиться на корму, вот тогда газ следует отпустить. Возможно, даже чуть-чуть нажать на тормоз. Таким образом опускается передок. В прошлый заход, когда мы подъехали к трамплину, я всю дорогу держал педаль газа в полу. А сейчас я ее отпущу, возможно, даже слегка приторможу. И разницу ты почувствуешь. Да, слушай, разница колоссальная. Ну да, машина носом клюет. Ух ты! При том, что это был очень маленький трамплин. На некоторых трамплинах в Финляндии, если ты просчитался, то машина может приземлиться ровно на нос. Как у Ричарда Бернса? Да, как у Ричарда Бернса. Трамплин. Стенограмма 30. Здесь шестой левый. 4+. За сколько до поворота нужно начинать зачитывать стенограмму? Ну, зависит от скорости автомобиля. Вот в данный момент мы идем на небольшой скорости, поэтому предупредить о повороте можно тогда, когда мы к нему подъехали уже практически вплотную. Понятное дело, что на хорошей скорости приходится читать с большим запасом. Иногда на скоростном участке, особенно когда ты быстро подлетаешь к медленному повороту, приходится предупреждать аж за три поворота. Это сильно мешает сосредоточиться. Надо же везти машину и при этом все запоминать, где находится последний поворот еще до того, как ты доехал до первого в связке, который назвал штурмом. Мне кажется, обычный человек с трудом при такой езде может сосредоточиться на этом. Разве что в домашнем кресле и успевать на дороге за стенограммой. Опять-таки, это все сугубо личное у каждого экипажа, ведь стенограмма слегка отличается. У каждого пилота свои предпочтения в плане ее зачитывания. Ну вот взять хотя бы меня. Если бы я ехал на машине Ричарда Бернса, мне кажется, мне тяжело было бы ехать по его стенограмме. То есть, ну, понятное дело, я к этому не привык. Расскажи мне, как бы ты записал этот участок, вот если бы мы ехали в ралли? Так, затяжной второй левый, 30, это расстояние до первого, третьего, правого, это медленный поворот по третью передачу. А сейчас пятый левый, простите, то есть пятый и правый, и подъезжаем к трамплину. Да, мне тоже показалось, что правый, главное попасть. То есть, это достаточно описательная история. Ну да, мы все это оттачиваем годами. И вот мы сейчас подходим вот к такому повороту, он переходит в очень медленный второй левый, то есть левый поворот под вторую передачу. А, например, шестой левый, его надо проходить на шестой, нужно идти на полном ходу. Что касается скорости движения, ну, когда ты в ралли едешь, я полагаю, тебе опыт подсказывает, с какой скоростью ты можешь проходить тот или иной поворот, да? Ну да, все дело в опыте. На таком покрытии, как сегодня, все достаточно легко, так как повороты по большей части медленные или средние. Проблемы начинаются на этапах вроде финского, где скорости большие и перепадов высот много, а заодно в Германии, где трасса местами широкая и скоростная. Пытаться определить, с какой скоростью можно пройти поворот на раллийном болиде. Ну, берем обычную дорожную машину, на ней ты будешь ехать от 60 до 100, а в ралли скорости возрастают где-то до 180-190 км в час. Определение правильной скорости – это вопрос опыта. И иногда мы слегка ошибаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...